всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал сегодня мы поговорим о важном нужном о том о чем люди предпочитают не думать повседневной жизни я обожаю тему косметики но знаете как бы ни на одной косметики свет клином сошелся сегодня у нас важная и очень классная тема в гостях у меня юлия и я хочу сделать такую небольшую подводку надеюсь она вам покажется интересным мы все прекрасно знаем как снимаются фильмы катастрофы там обязательно находится один ученый который все понимает раньше всех и он начинает эту тему сильно продвигать в сми в правительство и так далее но дело в том что все над ним как правило хихикают и вот только когда уже идет цунами высотой из небоскреб когда уже из жерла вулкана вот-вот начнет вырываться лава когда нефть выливается в огромных количествах в океаны гибнут животные морские когда земли летит черт побери метеорит тут только как все понимают что этот ученый который предупреждал всех об этом еще 3 5 10 15 лет назад когда можно было это предотвратить или как-то к этому подготовиться и тут все понимают что он прав как правило какой-то правительственный чин поправляет очки и говорит а вы знаете оказывается вот джон джонкинс не ошибался и вот сегодня мы поговорим об этом а именно о том что простая проблема домашних животных которые по какой-то причине по причине своих хозяев оказываются на улице не равен час а может между прочим превратиться в глобальную катастрофу в связи с чем в связи с тем что у нас горела тайга и волки сдвинулись городам также и лисы и вообще что может произойти юля если вдруг эту тему просто не контролировать первое это бездомные собаки а второе что делать с дикими животными которые двинулись на лес территория у нас достаточно большие в россии и города в сибири как правило окружены тайгой и летом и поэтому вот эта придвижка она действительно достаточно опасная серьезная если в европе где от одного города до другого можно дойти пешком за 15 минут проблема бездомных животных была решена стерилизацией помещением в приюты то есть вот какими-то такими законодательными актами на небольших площадях небольших пространствах это можно решить у нас в россии это все гораздо сложнее климатические зоны разные ситуации разные на рильске не выживают собаки и кошки зимой у нас в ангарске замечательно живут животные где-то более в южных странах кошки плодятся в бесконечном количестве и занимают все пространство и все подвалы и все крыши и все деревья то есть как в каждом в каждом регионе ситуация своя катастрофа наступает тогда когда человек считает себя хозяином города и ему начинают мешать крысы тараканы собаки кошки и он решает самостоятельно изничтожить какой-то вид в городе есть животные санитары это вороны кошки собаки и крысы уберешь кого-то одного расплодится кто-то другой как пример могу привести то что произошло в городе сочи перед олимпиадой вывезли всех бездомных животных сейчас город захлебнулся в беспризорных кошках убрать кошек город захлебнется в крысах все виды животных держат свой городской экологический баланс в первую очередь что сделала европа это навела порядок с мусорками когда у нас в россии будет наведен порядок с мусорками сказать сложно территориальные собаки и кошки это наши санитары они должны быть на месте но популяция должна регулироваться гуманно регулировать мы можем только стерилизации если популяция перерастает если она начинает пугать людей начинает процветать человеческая жестокость и глупость так называемые докхантеры или попросту уголовные преступники которые ну травят собак стреляют несмотря на то что травить и стрелять собак в городе запрещено потравили стаю собак место освободилось пищевая база осталась на место собак которые более менее были адаптированы к людям которые там ходят пришли более дикие собаки садовод с леса хорошо если собаки да давайте потравим этих собак и к нам сюда придут дикие животные или расплодятся крысы что происходит в москве что происходит в москве что произошло в сочи что происходит в тех городах где неразумно человек счел себя хозяином и нарушил экологический баланс территориальные собаки нам нужны они защищают наш город защищают локально от входа других животных в том числе собак если стерилизованная стая то она и не плодится собака которая живет на территории в среднем живет 4-5 лет то есть условия жизни условия кормления и риски города приводят к тому что территориальные собаки долго не живут но тем не менее они живут они приходят откуда они там взялись да конечно их люди выбросили есть собаки которые уже в нескольких поколениях живут на улице есть даже саморегулируемые стаи которые вообще лучше не трогать и не нарушать этот баланс они территорию свою занимают у них есть там какая-то своя пищевая цепочка то есть крыс они там ловят сусликов ловят на помойках кормятся лишний помет вымирает мало того есть различные регуляторы как только доминантная сука приносит потомство остальные суки в такой стаи потомство не приносят при потраве все суки начинают приносить потомство в полете вместо 6 до 12 детенышей 80% из которых самки самка начинает восполняя вид гуляться не 2 раза в год а 3 а то и 4 раза в год это восполнение пустот которые возникли при отстреле и при потраве человек должен очень четко осознавать что любое нарушение экологического баланса оно должно быть продумано и обосновано мы должны регулировать а не уничтожать то что а 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 Субтитры делал DimaTorzok